подсчет пошел верно итак сейчас посмотрим если у нас прямой эфир а куда мог деться эфир и вот по моим полно называется темная материя это знаешь что мы через черное зеркало общаемся да у нас прямой эфир начался здравый зеркало ничего не за общаемся через черное зеркало всем добрый день до в эфире нестандартная тема и так древо жизни сезарушка поведай нам да поведай о чем будем вот так вот так сразу и про древо жизни хорошо будем говорить четко кратко и лаконично у нас уже сердечко постараемся быть лаконичными насколько это возможно древо жизни это определенная структура которая связана с нашей планеты она дает возможность жить всем живым существам и деревьям и травам и бактериям и животным и насекомым и в том числе и человеку то есть каждое существо которое проживает на нашей планете она связано с древом жизни каким образом очень просто каждое живое существо имеет вокруг тела энергетическую структуру ну вернее она бы сказать что это не энергетическая структура слово неверное это структура сознания структуру которая называется поселенный кокон называется она же жила она же называется пузырь который вокруг есть человека и вот вот этот поселенный кокон или жила он имеет вид желудя и кстати между прочим если видела древние рисунки славянские есть очень старые и запутанный такой рисунок рисунок а как плоды вот именно желудя никогда не видел не встречала вот среди узоров древних славянских так вот и этот рисунок весьма древний и он имеет больший смысл чем просто так дело в том что вот этот вот желудь который на длинной длинной такой изгибающей извивающейся нити это и есть пузырь или наш поселенный кокон который подсоединен с другой стороны с одной стороны кокон и с другой стороны к древу жизни мы все каждый из нас через наш поселенный кокон связаны с древом жизни причем каждый подключен к своему своей родовой веточки ну я немножко вкратце расскажу о структуре древа жизни древа жизни она имеет много ветвистую структуру например есть теплокровное животное среди теплокровных животных есть веточка человек среди веточки человек есть разные расы там белая красная и так далее среди белой расы есть славяне среди славян есть определенный вид род и в конце концов если мы дойдем до крайности есть тот конкретный род которому мы подсоединены через по древу жизни и вот это вот подсоединение к древу жизни она нам и дает возможность жить на этой планете у тебя клавиатура щелкает это знаешь клацает вообще дай боже если ты в эфире то она клацает или это или тебя не слышно было слышишь меня только ты ну хорошо слышу тебя только ладно ну так вот древа жизни через кокон дает человеку возможность прожить от рождения до смерти когда жизнь заканчивается кокон поселенной лопается и та часть которая относится к древу жизни она возвращается к древу жизни и как мы прошлый раз говорили о трех душах это и есть земная душа земная душа являясь частью древа жизни для счастью планеты за когда заканчивается путь она поглощается древом жизни и весь опыт проживания фиксируется в древе жизни и этот опыт будет уже заложен следующих поколений то есть мы себе носим всех своих предков то есть мы сидя на своей родовой ветви мы несем у всех тех кто были до нас кто проживали эти жизни и в этом вопрос в этом проблема дело в том что наши предки они не всегда совершали благие поступки ну вот тут мы сейчас живем и мы совершаем деяния и к нам могут люди иметь претензии вот я задам вопрос и лоне и иона скажи ты знаешь что есть люди которым есть претензии к тебе людей там есть претензии но естественно же есть я не мог одинаково прекрасные все ты же не можешь правильно ты не можешь и всех прямо вот так отрегулировать так чтобы давно но каждый человек способен поставить установку и все зависит от потенциала его личной силы насколько будет его установка работать установка может идти в заработке любви других людей к нему успехи в удачи или во всех сферах одновременно все зависит от того насколько хватает его энергопотенциала ты молодец ты по материнской душе прямо с большой специалист но по земную душу ты не обдуришь а что там делом дом а дело в том что то претензия которая может быть в тебе она может быть зафиксирована о коне и это фиксация этой претензии может уйти в древо жизни а в следующем поколении там у твоих потомков смысле вот у них так программа не нет возникнуть нет возник я против подожди мы говорим про дядю васю соседнего подъезда если будет претензии то возможно так потому что это будет правильно нельзя программы ставить я очень к этому серьезно давай давай говорите в плюсовом раскладе да они минусовым дело в том что мы являясь мы являясь наследниками наших предков мы несем как красоту и гармонию идущую туда от наших предков так мы несем иногда и дефекты все возможны так вот их можно исправить исправить не только у себя но и своих потомков именно за счет того что у нас есть соединение с древом жизнь и через родовую ветку можно войти куда-то глубоко к своим предкам и проведя там обряд покаяния мы можем снять ту проблему в результате у нас скажем так ну к концу жизни или когда когда уже будет человек постарше будут сниматься многие болезни они вообще уйдут которые могли бы быть то что называются генетическая предрасположенность ты знаешь об эффекте в эффекте близнецов нет сейчас мы есть такой затронем эффект близнецов ну как прямое доказательство то что все болезни предопределены что я другое хотела спросить просто у нас есть техника покаяние перед родом не давал александр жарков человек который ко мне приходил и мы с ним делали передачи там про алиарпесе вы помните про буквицу и он давал мне в свое время еще несколько лет назад такая вот была там было страниц 10 покаяние за рот нужно было ученица 40 дней читать но это была смесь христианизации с славянизмом ну то есть намешали конечно надо редактировать но эффект я заметила буквально на следующий нас через три дня после того как я начала читать но из всех плюсов которые там были ослабляется сила рода то есть когда происходит покаяние за рот ослабляется сила рода для того чтобы восстановить силу рода необходимо читать тоже 40 дней молебен то есть молебен который придает силу рода вот я столкнулась на собственном опыте и поэтому это можно вопрос к тебе о каком покаянии ты говоришь или допустим все ништяки которые должны получить от этого покаяния я сломлю там вот через несколько лет все что ты все что ты говорила перед этим это тоже относится к материнской души мы прошлый раз говорили о трех душах то есть это все работает и вопросов нет она сказывается здесь и сейчас но дело в том что ты уверена что если у тебя есть какая-то генетическая предрасположенность какой-то болезни что ты ее погасишь этим покаянием я не знаю я генетических каких-то болезнях я сейчас первые слышу они не генетические это называется предрасположенность болезнь меня тебе спросил ты слышала про эффект близнецов я слышал про эффект что если близнецов разделяет если один болеет тоже начинает болеть я могу сказать на таком отеля да 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 вот прям сейчас скажу можно вот скажу и мы продолжим я всегда считала что человек своими поступками записывать информацию своим детям и я это чувствовала с детства причем книг не было особых я понимала что во мне есть информация мои моей бабушки допустим который проживал определенные события эти события печатались геномы так как я являюсь ее внучкой я могу использовать эти совершенно верно но это я в детстве так считала когда была маленькая девочка такой фантазеркой а когда я выросла и я начал общаться с определенным количеством людей и я столкнулась совершенно с другими фактами у меня есть друг я с ним снимала передачу странник мирослав он прошел 3000 километров пешком от черного моря к белому морю за 7 месяцев и мы всю эту дорогу были с ним вместе общались по телефону поддерживали друг друга и я как по сути мысленно с ним этот путь проходила но он рассказывал про такой вот факт его однажды еще в начале 90-х посади хотели посадить тюрьму и полгода он промотался до судебных каких-то заседательств и в итоге его выпустили как бы отменили все эти решения но полгода он находился в дефиците то есть микроэлементов питательных веществ он кушал что давали и у него на фоне нехватки витаминов на ногах образовались определенные виды бляшки как он объяснил из-за нехватки витаминов его сын который очень сильно любил находился за дистанционно от него у него была еда прекрасно были фрукты овощи его родители там на руках носили его супруга и как бы родственники и у ребенка в тех же местах как у отца возникли физиологические проявления нехватки витаминов то есть все что проживал отец ребенок параллельно проживал вместе с ним то есть эту информацию которую пыталась хотел донести что родители накапливая информацию передаю детям и продолжать жизнь свою жизнь и дети с накопленной информации дальше а дети оказывается течение всей своей жизни продолжает нести как проявление родительских как сказать положительных стран и отрицальных стран проявление родительского опыта вот если от цветочка отломать цветочек увене и увести его за 10 тысяч километров куда-нибудь в америку вот и если сделать больно одному цветочку то второму цветочку тоже станет больно это называется теория нелокальных связей она прекрасно работает но это отдельная тема и эта тема связана с жизнью здесь на этой планете нелокальные связи между матерью и дочерью между матери всеми детьми существует постоянно непрерывно и нелокальные связи они являются основой ноосферы то есть мы все друг другом связаны это тут я спорить не буду опять же так и относится к материнской душе все что ты говоришь это к материнской душе в данном случае я говорю о конкретном телесном проявлении человека а его теле тело это земная душа и эта земная душа она работает несколько по-иному то есть вот в нем есть предрасположенности к болезням всегда и в возрасте эти предрасположенности всегда проявляются и мы несем эти болезни по одной простой причине что наши предки давным давно совершили какие-то поступки которые вызвали претензии эти претензии были запечатлены в земной душе и когда она вернулась древо жизни это уже потом вернулась к нам так вот мы говорим плюсовом как был плюсовом раскладе илона все все ремонтируется то есть можно сделать так есть и проработать связь своим со своим родом через древо жизни можно выйти в старший возраст и вообще ничем не болеть это нормально и так быть и должно человек должен прожить жизнь и он должен умереть от естественных причин а никак не от каких-то заболеваний которых связаны вот теме кто жил до него кто дали удал ему это тело вот об этом идет речь да как мы знаем но об этом говорят везде о том что генетика играет всего лишь 20 процентов все остальное и так сказать на нас в нашем теле отображается наш образ жизни наш образ мыслей наш образ питания и пространство местности молодым находимся то есть 20 процентов всего лишь вас способны из генетического кода то есть из родового древа на нас повлиять на большую часть мы способны то есть 80 процентов нашей жизни зависит от нас лично я с тобой совершенно не спорят но тем не менее предрасположенность к определенным заболеваниям есть у всех возьми любого человека в старшем возрасте ну скажем после 50 живущих городе на какая разница ты можешь взять любого человека и если ты его спросишь что-нибудь у него болит у него непременно будет то что у него какие-нибудь будут проблемы со здоровья большинства людей хотя так бы вот так быть не должно потому что мы заражены определенными структурами которые происходят от древа жизни от родового канала помимо родового канала и считаю что родовой канал способен проявиться в момент рождения человека то есть предрасположенность плоскостопии там ли еще какие-то другие относительно дефекты это проявляется в момент рождения но еще есть некий факт переобретения когда люди живут определенном социуме им необходимо считаться с этим социумом и они как правило живут в кривде со своим внутренним миром и со своей душой и это также накладывает определенный отпечаток на их жизни на уровне их способностей и здоровья я так это вижу ты правильно видишь но предрасположенность это всего лишь на все предрасположенность а уже образ жизни образ мысли образ действий он либо это предрасположенность реализуется либо нет тут как бы другого выхода нет то есть если мы хотим быть здоровыми мы должны жить адекватно в этом мире если мы будем адекватными то в таком случае предрасположенности к останутся только предрасположенности но в случае кого-то каких-то неблагоприятных условий тех или иных психологического стресса какой-то но всяко же в жизни бывает всяко случается бывают проблемы не только с тобой могут проблемы с родственниками и человек попадает да да я говорю о то да я говорю о том я говорю о том что еще раз я возвращаюсь к тому что все ремонтируется еще раз говорю еще раз повторять связи с тем что если есть понимание связи себя с древом жизни в таком случае мы будем говорить о том что мы состоянии за счет нашего сознания убрать себе все проблемы которые мы вроде бы взяли оттуда они все убираются это своеобразная но нормальная человеческая магия нормальное действие расскажешь нам о практике отмаливания рода для того чтобы каждый из нас кто заинтересован этой информацией и желает исправить свое положение положение своих детей и возможно близких мог сделать это и не уповать на спасителя а быть самим за сетях от никаких отмаливанием просто руна из и все ты как как использовать да ты становишься рунной из давай мы прорумы сделаем отдельную передачу сейчас novamente смете на руной из и будучи руной из состоянии руны из т determination вы активируешь свое поселенный кокон который у тебя есть это нужно начали научиться этому после того когда ты активируешь свой поселенный кокон ты открываешь куполину с низко то раз связан с низу которое связывали древом жизни и ныряешь в эту куполину и падаешь прямо в свой рот конкретно своих предков те которые дали тебе это тело. И идя там внутри, в ощущениях по жизни своих предков, ты находишь болевые места, которые проявляются как узлы. И как только ты находишь определенный узел, он может даже возникнуть, определенный образ. То есть ты в этот момент становишься своим предком. И когда ты видишь то, что он сделал, будучи там, то ты в таком случае понимаешь, какова претензия, что вызвало это повреждение в древе жизни. И в таком случае тебе нужно, будучи тем предком, покаяться перед теми, кто его, по сути дела, наказал энергетически. И отчего возник этот узел. И когда ты там внутри сделаешь это все и покаешься искренне всем сердцем и попросишь прощения, скажешь, отпустите меня ради Бога, отпустите моих детей, отпустите всех моих потомков, потому что ну было такое, ну случилось, ну со всяким бывает. Я прошу прощения и там душой своей обещаю, что это будет по возможности в следующих поколениях исправлено. То есть ты когда каешься, ты говоришь от всего сердца, ты говоришь вот в тот мир, который тебе вызывает эту боль. И если ты проделаешь это правильно, то один узелок будет убран. Соответственно, минус одна болезнь, которая предрасположена в твоем теле. И находишь следующего предка и делаешь то же самое. То есть сколько предков, это большая работа, это большая внутренняя правда. То есть это не молитва, это не просто ты становишься, берешь текст с ручки и читаешь. Нет, это вопрос переживаний. Ну вообще все мои руны, чиры, это все вопрос переживаний. Мы здесь не теоретизируем, не говорим о разных мировоззренческих, философских основах. Мы говорим о тех практических основах, которые являются тем, что формируют нашу реальную жизнь. Именно в этом ключе. Вопрос. Я сталкивалась с теми людьми, которые хотели выйти из древа рода по причине того, что род их своими поступками не устраивал. И если им приходилось бы лечить род, это было бы намного более энергозатратно, если бы они вышли из рода, взяли на себя ответственность и начали новую родовую ветку. Вот опять ты говоришь, вот понимаешь, все упирается в переживания. Все, что ты говоришь, это все прекрасные теории, которые связаны опять же с материнской душой, то есть системой соглашений, с социумом, с договорами, которые существуют в этом мире. А с древом жизни ты договориться не можешь. Если ты хочешь уйти от своего собственного рода там внутри, то тебе нужно в древе жизни выкатиться в самого самых первых предков, которых ты воспринимаешь, и сделать собственную почку на древе жизни, и начать на древе жизни собственный род, который будет начинаться именно с тебя. Но это тоже чисто не энергетическое, это практика сознания. То есть это практика, это нужно делать, это нужно уметь, этому нужно учиться. А в принципе основы для тех, опять же таки, в моей книге, которые я уже две передачи подряд уже об этой книге говорю, и это основы для этого, и древо жизни, кстати, там описано. Оно, кстати, у меня называется не только древо жизни, но и древо смерти. Оно одновременно является тем и другим. Так вот, и когда ты входишь в переживаниях, в древо жизни, нужно договориться с древом, не с людьми, не с социумом, что древо согласится вырастить из тебя почку, то есть принять тебя в качестве почки, и тогда ты начнешь совершенно новый род. А как быть с своими детьми? А как быть с теми своими потомками, которые уже родились? Что с ними будет в таком случае? Они не переходят автоматически, по сути, со мной вместе. А почему они автоматически переходят? Это я себе договорилась. Как договариваться о другом? Они будут к роду подключены, а ты будешь уже отдельно, они останутся подключенными к родовой виду. То есть ты проблему своего рода при этом не решишь. То есть свою проблему ты решишь, у тебя будет все в порядке. Это надо делать еще до того, как детишков заводить, конечно. Но обычно до этого, вот я так понимаю, что кто нас слушает, кому это все интересно, это те люди, которые постарше, которые уже думают о смысле жизни, о том, зачем человек живет. То есть юные девы и прекрасные парни об этом пока еще не задумываются? Ну, я думаю, что какое там нафиг древо жизни, какие там три души, оно мне надо. Ну, а деньги зарабатывать? Вот в чем вопрос. Вот это обычная нормальность, текущая ситуация. Ну что? Мне был вопрос, и что-то я вот сейчас нужно прочувствовать, дожди, древо жизни. Выйти из рода, войти в род, прочистить род. А что еще можно сделать для гармонизации себя и, допустим, своих детей? Как я понимаю, за себя-то можно решить, а за детей как? А вот я сейчас тебе расскажу. Дело в том, что человек, это человек, ну, homo sapiens, человек-животный. Я человек-животный, ты человек-животный. А как ты думаешь, есть ли в древе жизни то, что было перед человеком? Человек, ну, другой, дикий человек. Был такой? Я вообще... Ты Алексеева читала? Читала Алексеева «Сокровище валькирии» там и так далее? Я только с ним лично разговаривала. Ну, вот так вот. Дело в том, что лично Алексею... Звонила она. У него была книга, называется «Правда и вымыслы» из «Сокровища валькирии». И он описывает реальный случай, где он встретил человека, который превратился в человека дикого. Обычный, нормальный городской человек, цивилизованный, культурный. Он в определенных условиях может скатиться по древу жизни на формат ниже. Практически почти что обезьян. Он ходил зимой в одних штанах, босиком. Ну, штаны у него были. Старые джинсы на этом диком человеке. Он оброс шерстью. Он практически потерял речь. А это все описано у Алексеева. Я просто... Прикинь, какое нервное потрясение было у человека, раз он к такому пришел. У него было не потрясение, там были совершенно определенные события. Причем события магического плана, которыми был свидетель сам Алексей. Он сначала претерпел от этого дикого человека. Ну, то есть он у него украл вещи просто. Алексей входил там в тех местах, в районе Монораги, бродил. Он бросил рюкзачок. Ну, а что там, никого нет. Северный Урал, на 300 километров никого в округе может быть нет. Ну, не 300, не 300, но 50 точно. Может не быть никого вообще. Он бросил рюкзачок. Раз, рюкзачок исчез. Ну, короче говоря, у него этот дикий человек упер его вещи. Он потом рассерзанный рюкзак нашел. А через год или через два, я не помню, потом вернулся на Урал. Он столкнулся с ним лицом к лицу, с этим человеком. Вот. И он, ну, вспомнил определенное событие. То есть, человек может одичать. Как кот может одичать в лесу, так и человек может одичать. Он становится диким человеком, говорю, при этом потеряет все свои культурные навыки, и потеряет даже дар речи. Он не сможет разговаривать. Так вот, это импульс вниз. Это человек дикий. Мы по древу жизни, как человек-животный, а над нами есть человек творческий. Это формат человека. Но человек этот живет тысячи, может быть, десятки тысяч лет. Он по виду, по форме такой же просто человек. Но этот человек имеет в себе возможности реализовываться другим способом. Он, будучи творцом, он может создавать живых существ на этой планете. он может создавать все, что угодно. Эти люди, опять же таки, Алексеев тот же самый, описывает столкновение с этими людьми. Те, которые жили, допустим, у нас гипербореей, и которые остались сейчас, это человек творческий. Просто тело, тело в данном случае, не человека животного, а человека творческого. И человек творческий это высокое достижение. И в практике, которые связаны с древом жизни, при определенных навыках, то можно вот как раз не от рода своего отсоединяться, а можно взять и перевести свое подсоединение, подключение к человеку творческому. В результате можно менять свой возраст, в результате можно менять свой облик, в результате можно жить столько, сколько хочется для реализации своих творческих планов. Человек творческий это сущности, которые присутствуют на нашей планете. и с ними можно столкнуться в частности на Северном Урале. Ну вот так. То есть это древо жизни. Это все одно и один и тот же формат, формат человека. Но люди, люди, мы живем все в стандарте, причем мы живем по темам материнской души. А человек творческий живет именно по темам, которые связаны с сущностью. те, которые связаны с истоком, с воздушной душой. То есть то, для чего человек в принципе существует как существо, связанное с нашей планетой. Это планетарщик, это деятель, связанный с живой планетой. И он реализует идеи свои собственные, но в рамках жизни нашей планеты. Ему наш социум и наши социальные дела совершенно безразличны. Так же, к нам безразличны дела человеков диких. То есть мы не будем вмешиваться в дела обезьянников. В любом случае. Точно так же и творческие люди никак не вмешиваются в наши дела. Изар, тебя просили повторить, какая руна была для того, чтобы пройти родовые какие-то задачи? Для любой практики войти в храм, войти в место силы, начинать практику сознания любую или энергетическую практику. Самое лучшее состояние это руны из. Руна из это вертикальная черта сверху донизу. Схему что ли показать? Может быть. Может включить экран и показать схемку? Ты хотел руну из разобрать в следующей передаче, для того, чтобы подробно об этом поговорить. Ну давай, О руне из и о практике руны из мы поговорим с тобой отдельно. Мы же сегодня говорим все-таки о древе жизни. Ну просто я еще раз говорю, что руна из она как вертикальная просто черта. Она активирует все центры человека, которые у него есть. Высшую интуицию, разум, отношения, эмоции. Включает его способность действовать и говорить. Включает все принуждения, которые если человеку, у человека масса принуждений у каждого. Включает возможность выбора, принимать решения и включает жизненные силы. Это руна из. Когда человек входит просто в конфигурацию вот этих узлов в рамках Чира-Велес, то он в таком случае может войти в любую структуру сознания, в любую практику, и он будет абсолютно чист. Он на него не будет давить ни социум, ни чужие представления, ни свои личные представления. То есть отбрасываются свои личные представления, отбрасываются представления других людей о тех или иных вещах. А ты входишь в чистое восприятие, где ты не зашорен ничем, тем, что может так или иначе влиять на данную ситуацию. Твоим руководителем является высшая интуиция. Эта высшая интуиция дает возможность абсолютно верно поступать в любой ситуации. Руна из. Это одна из самых сильных рун в старшем путарке. Мы можем с тобой сейчас немножечко детально поговорить о людях творческих? Это на вопрос нужно задать, что такое творчество. Как ты думаешь, художники это творческие люди? Вообще изначально да. Я так это вижу. Архитекторы, художники, композиторы. Поэты, музыканты, да. Музыканты, да, обман. Вот, понимаешь, люди путают свою способность реализовываться, реализовывать свои идеи с тем, что называется творчеством. Слово творить. Мы, как в прошлый раз говорили, немножко чиры, чаровать, чары, чиры, созвучность. Творить или тварить. Буква О или буква А. Вообще произносим творить, сотворим. Творить. Создавать тварей. Человек творческий это тот человек, который умеет создавать сущности нового вида. Для этого нужно не просто создать новый вид существ, но и вписать его в существующую систему пищевой цепочки, например. То есть, если ты создаешь новую птицу, то ты должна знать для этой птицы, что будет кормом, кого она будет есть, а кто будет есть ее. Кто за ней будет охотиться. Ее условия жизни и так далее, приспособить ее к текущей ситуации и так далее. Это огромный процесс, который должен, в этом деле нужно учитывать огромное количество факторов. Поэтому человек, то, что называется творить, творческий, это тот человек, который сотворяет. но творить можно не только тварей, творить можно и обстоятельствами. Творить можно среду, творить можно субстанцию, творить можно настрой, творить можно аромат этого мира. А если Кастанеду вот так вот зацепить, тональ времени, вопрос творческий, создать тональ времени. Слышала что-нибудь об этом. А Кастанед вообще читала, нет? Я только полкниги первой прочитала. Это пиотная книга первая. Надо начинать с третьей книги путешествия в X-1. Мне надо читать первую и вторую. Надо читать сначала третью, а потом первую, вторую и все остальные. А так будет иначе действительно будешь думать больше книга для наркоманов. Нет, нет. Надо читать именно путешествия в Макслан и потом ты вернешься назад и увидишь, что все это было в первой и во второй книге. Просто там слишком много было пиота и дымка и прочее, прочее. А все идеи лежат, там все были изложены в первой и во второй книге тоже. Так вот, есть такое понятие, как тональ времени или дух времени. А кстати, про вопрос про дух мы так и не ответили в прошлый раз. кстати, вот так на заметочку. Мы говорили обо всем. Да, мы душа, дух и тело, так о духе мы так и не до сказали. Для меня дух это проявление божественного существа, которое созерцает этот мир через тело и мягкую душу, которая имеет качество, а дух имеет силу. Ох ты, начитанная девочка да ужас. А насчет практики, а насчет практики, а как насчет практики, столкнуться прямо непосредственно с этим явлением. То есть в лоб прямо взять и потискать друг к другу ручки. Ты имеешь в виду про дух, что ли? Как его почувствовать в себе? про дух, конечно. Раз он такой вот где-то созерцает и так далее, то надо с ним встретиться и потолковать. Вообще спросить, что в жизни такое делать? Вообще что за дела? Ну вообще дух для меня ассоциация идет ассоциативная. Это некий ветер, который тебя несет. И твои они как раз иногда разнятся с духом, когда связь между духом, телом и душой они неполноценны. И поэтому дух несет во все стороны куда ему нужно, выполняя задачи воплощения. А душа иногда бывает обидеть окружающих и томить свое тело в узах допустим семьи для того, чтобы не обидеть кого-то. В таком случае есть понятие сильный дух и есть слава. У этого человека человек сильный духом. Правильно? А есть русский дух? Русский дух есть в людях и судя по всему дух может быть проявлением единого божественного существа. То есть мы подключены к единому информационному центру. Как вы все любите к божественным существам прицепляться? А если их нету, что тогда? Тогда бы у нас не было единства русского духа. А так как он едит на всю страну. Но не на всю страну, но в наосферу ты веришь? Нет, то, что существует, что человек весь живет за пределами тела, что все память и навыки все живут там, за поселенным кокон. Конечно. Мое восприятие на сферу это то. Погоди, в наосфере есть ячейки и в данном случае это русская ячейка наосферы. Вот, например. И в ней есть характеристика русский дух. И этим пропитывается каждый человек, который растет в русской семье и говорит на русском сетке. И наличие русского духа дает возможность за границу ставить на уши легко. Мы русские, поэтому мы в Америке даже есть отдельные там они говорят о тех, о тех, о тех, а вот русские это особые люди. Вообще, совершенно специфическо особые. Русские во всем мире особые люди. Ну вот такое к нам отношение, потому что у нас именно есть русский дух. Кстати, у поляков тоже есть поляцкий дух, они все эти фанове, все благородные такие, и все говорят очень вежливо и культурно, с вами сволочи потрясающие, понимаешь. Ну, этот ловкий польский дух, он присутствует у них. А хохлы, вспомни, какие хохлы. И все до себе, до себе. Мне хохлы вообще с русскими ассоциируются. Да? О, нет, ты знаешь, Не хохлы, а украинцы, потому что есть хохлы, это смешанные, как говорится, представители диаспоры, смешанные с русским населением появились хохлы, которые все до себе. Ты же понимаешь. А есть украинцы, которые такие же русские, но они другие. Я с тобой спорить не буду, я сам родился на Украине, я все очень хорошо это знаю, я знаю изнутри, изнутри буквально оттуда. Слушай, если бы я была как все хохлы, вот несмотря на то, что я с Одесской области, да, и все до себе, все до себе, у меня бы не было терок, я не буду назвать имена, я тебе говорила про этих людей, с которыми есть терки. Есть люди, которые вроде родились в России, но вон и все до себе. И это заставляет задуматься, кто они. У хохлу при этом все делается с определенным оттенком, понимаешь, они же делают, а, давай, я, давай, вот мы можем в рамках нашей передачи поразмолять на украинском мове. Ты ты шо? Для демонстрации украинского духа рассказать украинский анекдот. О, Ягрицко, куди ты едешь? Да не скажу. Так куди ж ти едешь? Ну, Ягрицко, люби, не гard ли. Ну скажи, ну куди ж ти едешь? Да на базар. А шо ти резешься на базар? Ягрицко. Ой, я не скажу. Ну, люби, Ягрицко, ну гарно, ну скажи, что ты резешь? ну да грушилась резко ну да и грушу ну да и грушу грязько для надо ну грязько ну да и так и гарды так и добрый на близко надо игрушу ну ладно ну там весь милую виску нотика гнилую понятно да понимаешь саша есть другие анекдоты про украинцы нет нет я говорю в данном случае ты понимаешь каждый на каждый народ обладает своим духом своей структурой сознания которая формирует национальные особенности и мы это миновать никак не можем то есть есть понятие духа вот ты когда говоришь дух дух это сформированное нечто это она и мы будем об она целая у нас в данном случае мы говорим о древе жизни а мы будем обязательно говорить об анонсах реальной структуре правильно это понятные слова для людей это понятно это те понятные слова я называю его она потому что грегориная структура это маленький кусочек от она потому что когда они начинают спросить люди а скажите пожалуйста что такое грек или грегор только у кому как кому как привидится это словечко ну-ка попытайтесь рассказать и люди начнут сказать это крестообразная энергетическая структура у которой вершине стоит идея который спускается вниз и манипулируют теми кто входит и подписан на нее вернись ко мне и и скажи что им всем до свидания спокойной ночи смотри по поводу грегоряли структуры я не знаю как она выглядит так понимаешь ты понимаешь что это все обман это все за он коллективный раз который обрел сознание люди пытаются люди пытаются объяснить глубокими философскими научными терминами простые элементарные вещи в которых они живут постоянно непрерывно и все говорят да я вот провел энергетическую практику я я очистил себя всех эгрегором хелкин блин от жены ты очистился от брата своего очистился от мамы ты свои очистился нет то есть люди люди не 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 по они понимают но не понимают они понимают умом понимают теории но не понимают через шкуру через жизнь до очищение прощения когда человек живет 1 ночь в одиночестве к примеру ходит в отшельничество человеку которую все время было там жена и родственники и время он очищается сознанием телом восприятием ну пространством я так это вижу да а в то же время он остается при этом человек еще вон человечком перестал быть козла превратился и скакал бы по горам одинокий козлик понимаешь у меня такой вот юмор своеобразно вот дело в том что григор который вот есть этот термин это термин замыленный затертый и он не дает ясной картины мира что значит ясная картина когда мы понимаем ясно мы можем применять на практике то есть если ты используешь этот термин я тебе сразу задам вопрос скажи елона можешь ли ты эгрегор использовать своих личных целях могу на практике на я можешь наверное для этого нужно всем показать как ты это дело умеешь вот и всем очень обрадуется увидим как ты это классно умеешь эгрегором крутить но смотри для меня понимание эгрегора это некая коллективная бессознательная у нас много коллектив есть семейные коллективы есть трудовые коллективы есть идеологические коллективы топ-стоп остановись понимаешь ты использовал сейчас кучу слов которые ничего не объясняют например коллективные бессознательно чёт такое это означает что у нас есть определенный поле к примеру славянизма она создала свой определенный эгрегор куда каждый человек своим сознанием своим действием вот ты опять это есть понимаешь рыба это такая рыба которая рыба потому что на рыба вот вот офигительное объяснение понимаешь ты давай по-другому объяснить вот вот так я и не говорю слова и григорь я использую слово она и мы об она будет говорить да нет она она и мы вот на схеме она у меня есть это она давай я тебе схему покажу все таки а там она прямо на него проговорим про она потом у нас химе нет нет мы про она не будем мы его делаем мы с тобой будем говорить отдельно о руне если мы с тобой отдельно поговорим про она у нас будет анонс следующий передать ну давай все уже давай завершать и давай ответим на вопросы есть они возникли мне же интересно не прерывай продолжай значит еще раз говорю она это огромная тема которую можно говорить не один час хотя бы заставочку она это некая структура которая сознание которое существует самым сама с будучи самоосознанной она управляет всеми нашими действиями поступками согласно правил которые мы же сами выработали то есть если ты выходишь замуж что через некоторое время между тобой и мужем возникает она но вот это она создали муж и жена это ваше личное между мужем и женой она и она рулит мужем и рулит женой и на заставляет жену действовать как жену а мужа как муж вот она давай получается все время ты говорил о том что это она заставляет человека становиться определенную позицию по отношению к обществу который возникла если допустим муж или жена войдя в семейный союз до этого был успешен у него были деньги связи и прочее вводи в эту структуру резко прекращает зарабатывать к примеру какие-то или плюсы наоборот возникает начинает много денег зарабатывать пример такой бытовой тоже снимаем и все вы тобой правильно правильно офисе на бытовых и смотри или наоборот перестает зарабатывать деньги и такой даже больше что же случилось и вот вставляет иди на работу а куда бы он не ткнулся не получается и для того чтобы не желать нужно выйти из этого он но развестись правильно или допустим до от места жительства поменять квартиру или допустим вопрос к примеру бывает так человек у него есть наработки связи потенциал входит в определенное она допустим куда-то трудиться там надо про проявляет все свои качества благодаря своим каким-то наработкам из прошлой жизни своими связи он помогает раскрутиться допустим вот этому предприятию и выходит из этого предприятия и это предприятие способна забрать его все инструменты и потом использовать своих целях я такое тоже видела объясни почему так происходит и человек думает боже раньше я же был такой успешный у меня все получалось а вот после вступления в эту структуру резко у него позабирали обчистили его все сережки все наработки все его до качества объяснить пожалуйста ну как я же сказал что это самосознающая структура если человек пришел и писался прямо она он отдал всего себя то есть когда муж и жена ты же когда отдаешь себя мужу ты задаешь у себя у тебя нет что нет я мужу отдам себя вот вот здесь здесь и здесь а вот здесь я себя точно не отдам муж вот и это будет для него великая тайна и он никогда него не узнать если вот будет это уже будет не полностью считаю что человек когда человек когда вступает во взаимоотношения с определенной структурой он всегда часть себя погружает в эту структуру он сливает себя с этой структуры соответственности человек пришел и отдал все свои наработки в это она наработки остались этом она она может легко потом вытолкнуть этого человека сказать ты молодец мы использовали тебя для того чтобы взять то что нам нужно а теперь до свидос и не гуляй а мы теперь уже будем этим позвать как забрать и наказать негодяев просто хочется по шарам надавать вот и же ты пойми что забрать и если человеку что принадлежит по-настоящему у него забрать никогда невозможно если человек творческий его творчество забрать невозможно вот можно я брать могу тебе сказать выдавая возникли конкретно примеру у человека есть наработки допустим человека уважают куда бы у не входило его встречая с распросертыми руками и в любом его начинанию относится как о ты же профессионал и вот такой вот человек который есть наработки по прошлым жизням у которой есть очень хорошие я бы таска наработки его рода приходит в некую организацию маленькую которую постепенно начинает расширяться и приобретает некое сознание вот это вот она которую начинает руководить всем этим предприятием человека обрабатывает выталкивает выплевывать причем всех подряд людей которые туда приходят дают что-то свое и всех так подъедает выплевывают на идеологических началах и потом человек остается ни с чем были наработки родовые вроде они есть и нет примеру человеку все с распростертыми руками раньше относить как бы ну относились сейчас они на него смотрят с подозрением с опаской хотя изначально он в этот мир пришел с наработками с прошлой жизни когда вел праведную деятельность прошлом и в этом и в этой жизни должны определенным образом то есть к нему относиться просто может быть это его личный урок это урок если он осознал урок он сможет забрать свои вот эти инструменты которые он но поглотила или бриз заново нарабатывать как быть это это пример из жизни я когда это говорит он сможет забрать свои наработки только тогда когда она разрушится а ввиду того что в этом она есть его инструменты частично он с этими инструменты через свою энергетику так как они работы за счет того что откачка от него тоже происходит это как подключение некое как крайне установлены получается он за счет того что его инструменты там почему-то остались способен разрушить чисто теоретически вот это она и вся эта шайка банда распадется которую время создавал эту структуру и вас агрессивные мысли добро должно быть кулаками но дело в том что в данном случае нужно четко понимать что прямое противостояние и любая война это самый тупой ход изо всех как забрать свое вопрос если у тебя отобрали и ты в результате начинаешь плакать это говорит о том что у тебя есть привязка а привязки это не есть хорошо это все давным-давно известно если ты если ты идешь крутым крутым айфоном руках но тут подходит хитрый мужик у тебя с кармана вынимает твой айфон ты засовываешь руку айфона нет и ты начинаешь плакать потому что у тебя была привязка а там у тебя вся жизнь все номера все связи и так далее какая дикая потеря так вот это все связано с тем что человек ничего не понимает в этой жизни какие наработки прошлой жизни о чем речь в наработках прошлой жизни может быть только одна это возраст души если у молодой души украдут какую-то вещь заберут она будет плакать никаких никаких сомнений ежели у старшей души заберут все он останется жив он скажет боже мой какое счастье я же жив и у меня вся жизнь впереди вот и вся разница до страны в данном случае данном случае мы входим понимание сущности так который опять же таки есть на схеме и мы с тобой как-то ветвимся в разговоре вот вот о древе жизни говорим так вот сущности мы говорили прошлый раз бывают молодые бывают старые так вот есть и сущность всеми силами пытается зацепить что-то такое и захватить и чтобы она была его и чтобы только его и больше ничего это очень-очень странная вещь потому что на самом-то деле каждый человек соединен как ты уже говорил с великим с великим абсолютом мы с тобой тоже об этом говорили так вот будучи в абсолюте в этом абсолюте есть все а если ты что-то потерял то в таком случае это для тебя испытание урок проверка твоей реакции на потери если ты не способен отдать если ты не способен терять ну значит ты будешь терять до тех пор пока не научишь пример могу тебе сказать я раньше была таким человеком который все давала вот все буквально давала и энергию свою и вещи к ним не привязана совершенно но какой-то один момент я поняла что люди забирают почти все я на все стараюсь философски смотреть я просто увидел когда я вижу тех людей кто живет за счет того что ворует потенциал других людей и за счет этого только обогащается хочется таких людей наказать вот видишь воинственная тема и все раз повторяю прямое противостояние и любые формы войны это самое тупое действие изо всех возможно я призываю в таком случае товарищи не тупить не надо входить при прямое противостояние с кем бы там ни было потому что это чревато это чревато с тем что разгорится огонь войны а в огне войны сгорит ваша жизнь подожди я тебе не про войну говорю я просто про то что обрела в том что есть и ты будешь наказывать и эта структура которую ты будешь наказывать она узнает что ты ее наказываешь и она соответственно сделает что-то для тебя против тебя а ты через некоторое время поймешь что эта структура против тебя что-то сделала и ты накажешь еще раз и вы втянете с тем самым в огонь войны и очень много магов страдают и людей связанных с экстрасенсорикой с магией с видовством и прочее прочее очень многие страдают именно из-за всяк всякого рода воин так вот свойство вести ли желание или устремление вести войну это устремление юных душ то есть всем юным вести войну это для них уроки и все я для юных для тех кто немножко как бы прошел по сущностям ну ни одну жизнь прожил в этом мире скажем так вот и пришел он никогда не будет ни с кем воевать ни за что и никогда это не говорит что нужно отдавать это не говорит что он будет сюда вид отдавать дари делиться нет об этом это не говорит но я точно знаю что то что у человека есть по-настоящему у него в принципе это отобрать невозможно а если у него она была и она пропала это значит было заимствовать я другу я по-другому что есть некая система new age которая говорит что нужно отдавать свое а по причине того что света должно становиться больше я с этим прекрасно знакома я знакома также с теми людьми кто пользуется этой системой и они говорят делайте добро и бросайте его воду на самом деле те кто это говорят большинстве своем я говорю про тех людей кто находится во главе определенных крупных компаний они пользуются тем добром который люди берут и бросают в воду а потом эти люди обиженные на мир обиженные на пространство у них большие претензии у этого люди вот послушай пожалуйста после этого люди перестают доверять и есть такое понятие большой русской распахнутой души нам всем свойственно делать друг другу подарки помогать друг другу потому что мы ждем что нам взамен какой-то определенный случай когда она потребуется помогут поддерживать нас этим пользуются люди которые не совсем близки нам по духу они просто втираются в круг доверия русского человека делали что они свои и пользуются тем самым я бы так сказала совершенно я понимаю смотри с одной стороны да это проучит русского человека не доверять но это и плохо потому что русский человек в нужный момент может не доверить не довериться нужному человеку и это плохо доверять нужно людям но благодаря таким вот воришкам люди перестают доверять и на каждого сильного всегда находится больной более сильно я с тобой согласна что ходить война не стоит в этом гасится возможный энергопотенциал двух систем примеру когда россию стравили с германией пострадала и россия и германия но как раз не те люди кто их стравили но я хочу тебе другое сказать свое время мы с тобой говорили о том что есть некий кон справедливости которому можно обратиться и который по справедливости отмерят всем свою меру а сейчас мы говорим о том что не надо прибегать к кону справедливости и надо просто как лопухи ивану рачки себя давать я не говорил во первых о добре о том что нужно делать добро это и раз во-вторых я никогда не говорил что не нужно это дело спускать на так на тормозах мы все прощать и говорит ну вот заплакал ушел и горюешь ну вот бедная сиротка вот меня обобрали ничего теперь у меня нет все вот я об этом не говорил но я говорил только о том что не следует вести войну о том что каждому будет при наличии затребованности воздастся все что нужно ему будет это воздаяние но просто это не тема для разговора понимаешь дело в том что делай свое дело не думая других реализуйся сам самостоятельно сделай выплеснить максимально сам самостоятельно зачем думать о том или ином если ты встретился в этом мире со сволочью эта сволочь заслуживает смерти ну и сделай так чтобы она умерла но не видя войну ты просто погаси ее жизнь и все но это не вопрос войны и не вопрос мести ты просто решишь для себя что в рамках ноосферы этой сволочи жить не дано и ты заберешь просто у него жизнь жизнь закончится масса способов не ведя войну закончить жизнь любого существа и и это опять же таки это а ты тебе ли судить по большому счету имеет ли право он не имеет ли права жить может ли он так поступать не можете имеют про сволочь понимаешь дело в том что если он создан на этой земле значит для него есть целенаправленная прямая задача а если ты встречаешься с конкретной сволочь то соответственно это конкретная сволочь либо живет либо не живет а кстати вот я тебе расскажу прекрасную притчу в этом отношении про 2 даоса она не притча даже живая история просветленный даос и полупросветленный даос шли вместе по китаю китайцы оба приходят в одну деревню постучались дом им семья радостно открыла входить и входить и они о них накормили напоили уложили спать рассказали как дальше идти короче приняли со всем радушим который в принципе только возможно хотя уж жили очень и богат на следующий день они дали им сына в качестве проводника и сказали что он вас доведет до той развилки где ну как бы вот где вы тогда повернете вас дорога служит вот они переходили мост и вдруг продвинутый даос хватает этого мальчика кидают его в реку прыгать за ним и топит полупродвинутый спрашивает слушай что ты делаешь нас шикарно приняли нас отлично с нами общались нам даже дали проводника нас как лучших людей встречали почему почему ну почему скажем да потому что когда этот мальчик вырастет он станет большим бандитом будет вырос бы он будет третировать всю округу а начнет он с того что убьет своих мать и своего отца доброе дело человек сделал который убил мальчика понимаешь мы входим с тобой в очень скользкую трудную тему эту тему нужно обсуждать отдельно опять же таки ты понимаешь мы с тобой зацепили она но но это это вот как как говорится добро и добро зло и зло мы не можем определяться с этим до конца согласно опять же таки возраста души то есть для юных это одна система ценностей для взрослых это другая система ценностей и если тот продвинутый даос он был по сути дела на пределе возрасте сущность и он поэтому видел будущее ясно как все как все что перед ним было то он в соответственно с этим своим видением и делал а с точки зрения людей окружать среди бы он был настоящим злодеем и убийцы понимаешь а он-то делал по большому счету доброе дело то есть он освободил эту семью потому что именно не очень большим сердцем отнеслись и он за это именно за сердечный прием он их таким образом отблагодарим получается ты по сути косты на поддерживаю что что я тебе хотела сказать и говорила о том что есть люди то есть я хотел сказать что у нас в россии процветает все это беззаконие потому что мы сами этому потакаем нас учит что мы должны всем желать добра даже тем людям кто этого не заслуживает хотя иногда порой желать добра это не начать что делать ему доброе дело вот так такова нас учит я не знаю ни одного кто бы этому учил нормальный человек я знаю следующее у вас то есть у русского человека будут все время что-то брать но до тех пор пока русский человек даже любой человек на этой земле не запросит справедливую меру воздаяние воздаяние да и только тогда мы сможем наказать обидчиков а доколе мы будем говорить что мы делаем наказать обидчиков ну не должно быть темы наказать обидчикам это дать воздаяние для меня наказать наказ дам тебе сыночек его подобного это не наказание ты просто есть и ты понимаешь что этой сущности не место на этой планете ты убираешь его жизнь но это не вопрос вместе не вопрос войны наказание это не месте это просто это не наказание ты освобождаешь мир от от определенных цепочек будущего и все но ты не наказывать это не вопрос наказать проучить не надо проучивать не надо наказывать это неправильный подход но каждого своя роль в этом мире илона знаешь давай мы как эту тему закруглим потому что мы с тобой явно находимся в каких-то как бы понимание наказания в разном понимании этого вопроса у меня есть как бы свое понимание вопроса и свой жизненный опыт у тебя свое понимание вопроса и свой жизненный опыт но я владею технологии которые могут разрушить жизнь любого человека на этой планете вам не нравится путин я могу рассказать как так чтобы его не было не решится не в том дело не в том дело дело в том что есть предписание ведь мы когда говорили обо всем есть понятие если ты понимаешь предписание если в предписании существует такой вариант ухода путина то в таком случае ты будешь прекрасным исполнителем этого варианта у делом что я просто считаю что есть некая система которую впереди себя ставят определенную пешку если убрать эту пешку это не означает что система разрушится нужно в корень смотреть откуда идут ноги у этой системы и как ее поменять будет хороший вопрос как не поменять систему которая сейчас нас давляет не только в россии но во всем мире опять все эти правители ты видишь либо ну тут либо наказать олигархов либо 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 ущемить либо как-нибудь ты же сказал про уход некого товарища да не в этом же дело ты ты услышишь меня что вообще-то дело всего лишь навсего в том что если ты развиваешься как душа как сущность и ты реализовываешь свои проекты мир тебе откроет все возможности для тебя лично и не нужно никого наказывать и не нужно ни с кем биться и если тебе что-то нужно будет она обязательно к тебе придет в любом случае и это не магия это естественный процесс жизни это это свойственно любому человеку и тут нужно просто всей душой и всем сердцем делать свое дело а если ты встречаешься со сволочью встречаешься лично со сволочью ну так возьми горшок с цветами разбей ему об голову и все развернись и уйди а я могу тебе рассказать про одну девочку живой пример советское время столовка сидят две девчушки 70-е годы хиппоноты коротенькие юбочки там все дела понимаешь да то есть можешь представить себе 70 коротеньких юбочках сексапильные такие вот она наклонится у нее сразу трусики видно естественно ну то есть когда такая девочка в метео мило отдел был делал уборку водили все мужчины тут же уходили потому что когда наклонялась на милана вынуждена буквально мужчины вставали уходили не могли все это дело созерцать помешь время такое вот такие две девчушки сидят в столовой и стоит садится к ним старая карга смотрит на них и начинать лям 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 я вот такие мать вашу перемать такие вот понимаешь портит аппетит ну сволочь пришла ты понимаешь это нормально вот ситуация вот так вот эта девчушка советское время соломки стояли inclusive она прямо на силе она доела выпила чардела салонку высыпала всю солей на голу и развернулась как ты думаешь работает что это по крайней мере но это красиво ты понимаешь ты не на ты думай не о наказание о красоте действия ты сделай вот это но сделать чтобы это было красиво вкусно чтобы это было интересно с приколом чтобы это было живо что все хохотали ухохотались до селета всего этого дел вот тогда то я по нему тогда это творчество вот управляться творческий человек хорошо договорились мстить будем весело с подколом так что будет ну а о рассказываю еще раз про шаманов хочешь ну как те тема шаманизм в любом случае руны чир это вся тира тема шаманит мы через шаманскую тему то ведь идем к рунам через чиры это шаманство но так вот это реальный факт реальной жизни начало прошлого века двадцатого да еще такая россия то та еще еще там губернаторы настоящие и все прочее прочее живет шаманка и к ней прислали двух инспекторов которые должны были от царского правительства которые должны были проверить и деятельность их шаман ну шаман печен это делаете вообще что на себя представляет приехали два инспектора и начали досаждать бедной старой женщине вот они начали с простого любит покажи нам чудо ребят ну типа одну с этого никто не начинает ну говорит муж уж приехали мы из санкт-петербурга приехали на шамана тут посмотреть чудо покажет ну шаманка говорит ладно хотите пожалуйста вот и вдруг вышибается дверь и огромная волна волны дом начинает топить вот и они погружаются в эту воду под самую крышу они барахтаются вот и и не понимают что же надо делать и вдруг вот все это цены мельтешит мельтешит вот и как спастись как спастись уже вода самом верху вот и тут раздается такой великий голос вам нужно поймать рыбку рыбку поймать нужно они начинают смотреть видят две рыбки плавают и начинают ловить их этих рыбок. Ловят, 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 в конце концов поймали и схватились и держат эти рыбки. Хлоп, иллюзия спадает. Это была все иллюзия. И они держатся за письюны друг друга. Оба поймали по рыбке. Понимаешь? Но это была все наведенная иллюзия, которую сделала шаманка для того, чтобы показать возможности, которые есть у шаманов. Причем это реально зафиксированный факт, который был зафиксирован тогда, там, потом в те времена. То есть о тех чудесах, которые творили местные шаманы в те времена. Понимаешь? Поэтому, если уж делать что-то против государственных служащих, то пусть они ловят рыбу. Ну, хоть улыбнись. Блин, я шутил. Мужская шутка, я понимаю, но все-таки. Понимаешь? Понимаешь? То есть надо делать весело, надо делать с интересом, надо делать так, чтобы было интересно не только тебе, но и всем остальным. И этот подход творческий, понимаешь? Это не вопрос мести, не вопрос наказания, не вопрос унижения и прочее, прочее. Понимаешь? Весело надо жить. Ты правильно, мы с тобой с этого начали. Ой, как мы далеко от древа жизни с тобой утопали. Это и есть древо жизни, потому что в основном люди пытаются каким-то образом наладить отношения друг с другом и те деструктивные программы, о которых ты начал в начале программы говорить о том, что был человек, у него были поступки, кто-то решил его наказать, ставив определенную программу в его поле, которое потом приходится его родным будущим там внукам отмаливать. Я не сказал о программе, я сказал о претензии. Ну претензии. Программа это конкретное колдовство. Понимаешь? А претензия это просто претензия. Понимаешь? А это просто претензия. Кстати, лично самому очень вредно иметь претензии. Это настолько вредно, что просто вообще до нельзя. Если ты встречаешь стариков, у них страшные лица, это люди полны претензий. Заметь. Они претензии имеют к детям, к правительству, к зарплате. Как правило, это люди, которых обобрали. Есть люди, которые наоборот у других людей все бьют. Они претензии нет, они счастливы. Они живут за чужой счет. Так вот. Есть, конечно же, и люди прекрасные, божественные люди, но это отдельный вопрос. Так вот. Дело в том, что портит внешность человека с возрастом исключительно тема претензий. Ты поэтому так хорошо сохранился? Такой красивый. А я хорошо сохранился. Я-то себя, собственно говоря, не вижу. То есть я себя вижу, но я себя не вижу. Понимаешь? Я смотрю на себя, я говорю, кто это? Ты спрашивали, у тебя есть семья? Вот там в комментариях я так скажу. Да, у меня все прекрасно. У меня рядом жена, у жены двое детей. Вот у детей внуки. Одной 20 лет внучке, другой 2 месяца. Короче говоря, у нас все весело. У нас все до крайности весело. У меня в этом отношении все классно. Внучке 20 лет? Одной внучке 20, а другой 2 месяца. Нормально? Ну ты дед. Нет, но это моей жены. Я не говорил, что это мои внуки. Но я их считаю своими внуками. Это другой вопрос. Внучки это внучки. Это такая тема. Семейная. Вопрос тогда. По поводу семейных союзов и сохранения семьи во имя чего бы то ни стало, в ущерб иногда самого человека он будет сохранять что-либо. Насколько это правильно? Потому что я еще сталкиваюсь с некими течениями и ввиду того, что я веду общественную деятельность, я нахожу разнополярные некие структуры, которые одни говорят не нужно терпеть, живите своей жизнью, нельзя терпеть тех, кто ущемляет вас, перед вами все возможности. А другие говорят молчи, терпи. Там другой говорит, что во имя великого будущего нужно сохранить семью, потому что у детей должны быть родители, у их детей должны быть дедушка с бабушкой. Их и тот прав, и другой прав. Да, ответил. Практикуйте руну ИС, и все станет на места. То есть внырять в свой рот и решать вопросы, и тогда все отспадет с собой. Нет. Нет. Практикуйте руну ИС, и все станет на места. Отвечаю во всех случаях. Вот. Дело в том, что все мнения, которые могут быть, они все правы, в то же время все неправы. Это одновременно и так, и так. И по поводу того, как человеку поступить, дело в том, что с одной стороны есть оно, которое тебя заставляет быть мужем, а жену заставляет быть женой, а мужа мужем. Они могут друг друга грызть непрерывно, бить посуду целый день, сплошные скандалы. И так и будут жить в течение 20 лет. Дело в том, что все это безобразие творит не муж и не жена, а творит оно, которое существует между ними. Вопрос, как их развести, к бабке надо сходить и попросить отворотного средства. Они выпьют вдвоем отворотного средства, а на следующий день спокойно разойдутся в разные стороны. Все. Нет. А как же изменить структуру оно? Допустим, оба хороши. Структуру оно ты не изменишь. Структуру оно изменить, это нужно быть не просто гением, а нужно супер-гением. Ну, привожу пример из военно-морского флота. Если вдруг на корабле плохая команда, а бывает команда отвратительная, то есть корабль весь, весь корабль заражен ужасным нечто, которое творит совершенно ужасный климат на этом корабле. Так вот, здесь единственный способ всех до единого и корабль этот заселить новыми людьми. Если оставить самого лучшего вам актроса, который был прекрасным человеком, он все делал, он сопротивлялся этому оно, он делал все по-другому, он с ним боролся, он был настоящим бойцом и твердым духом, но если вокруг него соберутся опять люди, через год будет все то же самое. то есть корабль и человек связаны между собой. Это все вопросы оно. Ты скажешь, Григорь, а корабль тут при чем? А человек очень хорош тут при чем? Понимаешь? И в то же время он является носителем, как бациллу, как вируса, как матрицы, как пазла, всего того, что будет в будущем. И каждый носит себе эту штуку. И он тем самым создает свою реальность. Мы, складываясь два человека вместе, мы создаем общую реальность, которая потом рулит нами. Это тема ОНО. Так вот, так вот, способ всегда простой. Если урок пройден, нужно расходиться всегда в разные стороны. Если урок не пройден, терпи. Все зависит от многих обстоятельств. Дело в том, что накладывается на это обстоятельство еще масса других обстоятельств. Но оно настолько вяжет руки, ноги друг к другу, настолько перехлестывает людей между собой, что отвязаться практически невозможно. Начинать мыслить по-другому просто в принципе невозможно. Муж все равно будет мыслить как муж, а жена будет мыслить как жена. Ничего ни тот, ни другой не смогут с собой сделать. Потому что эта структура рулит сознанием человека. И отвязаться от него практически никак невозможно. Если ты разведешься и вдруг возникнет другая пара, ситуация может повториться один в один. Потому что это оно твое. Вот тот пазл, он притянет точно такого же человека, хотя вид будет другой, возраст другой и так далее. Но ситуация повторится опять и снова. Я заметила такую структуру, что если урок пройден, как правило, тот спутник жизни, который выполнял определенную роль, начинает по-другому себя вести. То есть по сути начинается новый урок или новый путь, но с тем же человеком уже по-другому. Совершенно верно. Но для этого нужно изменить свой пазл. То есть для этого человек должен изменить прежде всего себя. И если он изменит нечто в себе, сделает перемену. То есть правильно пройдет этот урок, сделает все выводы. И сделав все выводы, он сделает щелчок и гармонично, замените слово, гармонично, легко, а если еще лучше и красиво, перейдет в новый формат, то в таком случае у него мгновенно с этим человеком все изменится. Сомнений нет. То есть по сути нет родителей. Человек тот автоматически за ним последует и будет другой метод соединения между собой. Но это понимаешь, это вопрос гения, потому что это чудо дано очень редко кому. Вот тут опять будем, если говоришь о том, что такое творчество, вот в этом творчество как раз существует в полной мере. Вот это творческий процесс. То есть получается меняешь себя, свое поведение, оно начинает резко отличаться от того, как ты раньше поступал. Немножко не так. Немножко не так. Ты на первом этапе, ты вычисляешь в себе то, что формирует твою реальность. И после того, когда ты убираешь все причины для формирования этой реальности, твоя реальность изменится. Это практика. Понимаешь, и это вопрос исключительно практики. Ну, кстати, мы в Ростове, у меня целая группа, мы практикуем по выходным, сейчас по воскресеньям, и как раз это один из видов практики, где как раз происходит полная корректировка по своей жизни, по временному каналу, где убираются все эти проблемы, которые, ну, которые, по сути дела, то есть убрав некий гвор, это по-славянски называется, то есть узел определенной в структуре сознания во временном канале, вот, представьте, у тебя меняется отношение к жизни, и все, у тебя выходят страхи, ну, проходят аллергии, и прочее, прочее, то есть очень многие эффекты существуют этой жизни, в результате меняется твоя жизнь, твое окружение, ты, ты работая над своей жизнью, над своим временным каналом, ты тем самым формируешь свое будущее, формируешь свои будущие отношения, будущую структуру жизни, вопросов нет, слушай, мы с тобой уже долго говорим, очень долго, я смотрю уже с начала 12-го, да, ну, все, давай прощаться, давай в следующий раз поговорим о Руне Ис, это будет, опять же, я так понимаю, что мы с тобой втягиваемся в какую-то беседу, ну, начиная говорить об одном, мы, тем не менее, захватываем кучу вопросов, и пусть она так и будет, ты знаешь, это хорошо, это по кайфу, то есть, когда мы будем там целенаправленно бубнить о чем-то таком, ну, вот, древо жизни, древо жизни, древо жизни, и пока там, уже, ну, на ушах ненавистит это древо, пусть будет живой разговор, хорошо? Я хочу сказать... Будем задавать общую тему, а там как пойдет, правильно? Столько комментариев у людей, я думаю, что мы сейчас с тобой отключимся от контакта, и я бы продолжила ответы на вопросы в Ютубе, уже, когда мы с тобой попрощаемся, с людьми пообщаться. Люди в Ютубе, у меня на канале, пишите в комментариях, оставаться с вами на ответы на вопросы, некоторые... Не, ну, если есть конкретные живые вопросы, давай ответим, это же бежливо ответить на те вопросы, которые... давай ответим, давай по-быстрому, быстро-быстро и кратко-кратко. Тут очень много всего. Так, тут очень много комментариев, только в одном контакте, в Ютубе. Все приветствуют нас, так. Так, давайте, дорогие друзья, мы прощаемся в Контакте, если вам интересны ответы на вопросы, заходите в Ютуб. Это правильно. В комментариях в описании под видео я написала, каким образом в Ютубе нас можно найти. Ссылочка на эту поставлена. Все, всем всего доброго, до свидания. Хорошо, до свидания. Всем контактам, до свидания. Так, Вконтакте завершила, так в Ютубе. Так. Пишет Владимир, гуляйте на природе, пойте стихи Пушкина, творчество, просто себя нужно развивать. То есть, когда человек находится в гармонии с собой, с миром, тогда у него все получается, правильно? Тут обман есть, тема развития. Мы с тобой давай отдельно поговорим на эту тему, никто практически не развивается. Развитие как такового не существует. То есть, в данном случае существует иллюзия развития, но радость жизни, она должна быть всегда. И надо читать стихи, петь, гулять по лесу и так далее. Это все обязательно, обязательно быть в жизни должно. Жить надо радостно. Мне, кстати, вторая книга называется, вот которую я пишу и которая, ну, в конце концов будет написана, называется «Мед жизнь». А мед жизнь, это главное, чтобы этот мед жизни был. И тогда будет все хорошо. Утро в Томиле напишет, потому что Сизар, ваши беседы жду с нетерпением. И, соответственно, это же человек спрашивает, как практиковать руну Иза. То есть, еще раз объясни. Ис, как? Мы следуем на следующей передаче, мы поговорим, и в том числе я полностью расскажу, как практиковать руну Иза. Хорошо? Хорошо. Вероника Гречихина пишет, «Загляну к Сизару ВК, как у тебя новые почитатели». А ну, как, кстати, написано, как практиковать руну Иза. Во, вот прямой ответ. Как практиковать руну Иза, прямо у меня в ВК написано. Все. Вероника Гречихина пишет, «Первый раз слушаю вас, и в сердце все отозвалось то, что вы говорите». Бывает. Владимир К. пишет, «Когда мы целые, мы открытый источник творческой непредвятой стези». А вопрос это есть? Да, еще раз, «Как практиковать руну Иза?» ВКонтакте, ВКонтакте, там прямо есть, прямо статья у меня, «Как практиковать руну Иза?» Так, тут пишет человек, «Ла Фае», ну, короче, не по-русски, «Бросайте кушать мясо, и будет вам счастье». Ну, по сути, действительно, энергия смерти, страдания мяса в себе содержит. Ой-ой-ой-ой-ой, давай тоже об этом поговорим. Сейчас. Все неправильно, опять же. Ну, слушай, я тебе по себе скажу. Я, в 2012 году, «Ага». И в какой-то момент, я была на диете, ну, что сейчас была, там, диета 10 килограмм за 10 дней. Сегодня кушаешь сухое, допустим, курицу без, без никому, без соли, потом картошку без никому не соли, потом яйца без никому. Короче, я так два раза посидела и возненавидела мясо, настолько сильно. Но тут я поняла, что надо еще подредактировать свои силы. Это все неправильно. Но тогда я еще была юная и прекрасная, я там была, от Сири, там, не знаю, сколько лет, там, 17, может быть, 18, неважно. И я решила еще раз сесть на эту диету, но какой-то момент я читала про сыроедение и посчитала, давай-ка я буду сырые овощи есть, а на следующий день, допустим, буду мясо есть вареное. А потом говорю, а если я от мяса отказаться? Так я отказалась от мяса. Я неделю не проела мясо, было исключительно сыроедение. И что я могу сказать? Я впервые поняла, что я на какие-то моменты, для меня стандартные моменты, не раздражаюсь. То есть, мое раздражение, было связано с поеданием мяса. То есть, это не как причинно-следственная связь, но я была более восприимчива к раздражительным факторам, нежели, когда поедала мясо, нежели тогда, когда я от него полностью отказалась. И это мне повлекло подумать, что мы очень сильно связаны с тем, что мы едим. Питание, пища, очень сильно влияет на наше сознание, на способность соединиться с людьми, которые такую же пищу вкушают. Не просто так люди садились за стол, пьют чай одновременно, кушают одну и ту же еду одновременно. Мы таким образом соединяемся. Вот про мясо. Слушайте, да. А Дон Хуану Кастанеде в этом самом книгах говорил, мое тело любит все. Вторая версия. Ладно, давай, закругляйся. Мы идем по комментариям, быстренько пройдемся, и все. А женщины не могут перерасти себя, могут пробудиться. Женщины могут себя перерасти, я считаю, что каждый человек есть и сущность, которая способна к трансформации себя, то есть способна к этому больше или меньше в той или иной степени. Мужчины и женщины это очень разные существа. Для меня сущность одна. Да. И все видится именно в темах для реализации. Если женщина живет в нормальных женских темах для реализации, все у нее будет. Она достигнет всего, чего она может и даже больше того. Если мужчина будет в своих темах реализовываться, то мужчина тоже достигнет всего. Поэтому это не вопрос судить и не мужчинам судить, что должно происходить с женщинами. Это женский мир, и пусть в нем будет так, как и должно быть. Ради Бога. Тут тоже один товарищ писал, что якобы женщина не способна к размышлениям, из-за гормонального... Не надо мужикам говорить о женщинах. Не надо. Пусть женщины живут свою жизнь. Не лезьте в чужой караван. Живите свои жизни. Я хочу сказать по-другому. Я никогда не воспринимала мужчину и женщину, никогда людей пополам не разделяла. Для меня всегда есть им суть, которые есть им в теле. И тело не важно, мужское тело, женское тело. Я сужу человека по поступкам его. И я считаю, что каждый способен трансформировать себя, улучшать себя. И все зависит от конкретных индивидуальных наработок души, сути, которая внутри находится. И никак нельзя разделять людей по половому признаку. Это, считаю, самый низший план бытия, когда мы разделяем друг друга. Ну, так оно и есть. Я так вижу. Ох, ну, Вить, нормально все. Главное, чтобы работало. А все остальное, это дело такое. Оп, у меня фон. Это моя милая прошла вот мимо, сзади. Вот, да. Расслабилась и стала ходить. Видишь? Так, сейчас я по-быстрому пройдусь по вопросам. Давай, давай. Они тут пишут про паразитов в гармоничном организме жить не смогут. Знаете, я просто сталкивалась с количеством, ну, огромным количеством сыроедов, которые рассказывают, что сыроедения способны избавить от паразитов. Но, как правило, когда люди сдают анализы, у них паразиты зашкаливают. Хотя они внутри гармоничны. Я считаю, что должна быть и гармоничность, и чистота внутренней сочетации. Нужно предлагать усилия. А ты, Сизар, что думаешь по этому поводу? Ругаться буду. Но лучше не в этой передаче. Хорошо? Ну, я могу поговорить о сыроедении, о мясоедении, о паразитах и прочее. Я об этом могу поговорить, но не хочу. Давай в следующий раз. Да, тут просто к завершению тут пишет Александр, пишет, что, Елоночка, так я тебя понимаю, по справедливости надо бы насудить сволочей. Лишение жизни не единственный вариант. Но я согласна, что никого нельзя лишать жизни по той причине, что если он смог воплотиться, у него был энергопотенциал для воплощения, то уже о чем-то говорит. Но все оставлять в груди своя, то есть никак не вмешиваться, то есть наше бездействие это тоже действие. Необходимо проявлять свою волю. И в этом мире давляет чужая воля только потому, что у них был энергопотенциал свою волю проявить. А чем вы хуже, чем я хуже, чем ты Сезар хуже? То есть необходимо проявлять свою волю в этом мире. На этом нам дано все. Ну, конечно. Все ресурсы. Но ты реализуешь свои идеи, и сволочи все отвалятся автоматически. Ну вот, ну это хороший вариант. Как и паразиты. То есть переть вперед, как паровоз, они обращают внимание на тех плотков, кто отлетает мимо. У тебя есть свое дело, ради бога. Причем тут все остальные? Да, и чем быстрее поезд движется, тем проще, тем сложнее к нему подобраться и присосаться, собственно. Это говорит о том, что необходимо вперед лететь, несмотря на те камни, которые могут встретиться на пути подводные. Ой, это все темы ОНО. Это мы, вот ты вот захватываешь, это все темы ОНО. Это туда, это материнская душа. Это ее, это ее закидон. Так, короче, вопросов огромное количество. Сезар, мы с тобой будем полночи отвечать, не ответим. Так, все, ты мне вопросов еще ни одного не озвучила. То есть вопроса конкретного. Они с собой общаются вот здесь вот, в комментариях. И тут очень сложно среди этого общения найти вопрос. Комментариев, комментарии много, и комментарии, комментарии. Давай мы сделаем так. Давай мы сделаем так. Давай сделаем так. Вот смотри, у нас сегодня четверг, нормальный такой день, у меня нормальный звук, и у меня нормально по четвергам. Это не слишком редко. Ну, я считаю, это прекрасно. Да? Ну, давай будут на четверговые встречи. И давай в следующий четверг, все, кто нас слышит, продолжим этот разговор. И начнем с того, что в Ютубе я сам найду время и посмотрю все эти вопросы, сброшу их там себе куда-нибудь в файл, и попытаюсь так или иначе на вопросы ответить. Хорошо. Но, конечно, с тобой видение мира очень сильно разнится, поэтому у нас с тобой будет нормальный живой разговор. Это отлично. Я рад. Раньше я такая же была благостная мир всему миру, но ввиду того, что этот мир хищный, я ужасный человек, я дракон, я этот кошмарный черный шаман, который стучит в бубины, вызывает злых духов и насылает их на слизней, чтобы слизни повыздыхали все. Понятно? Шутка это все. Илона, добро и зло это туманное понятие. Давай мы на этом остановимся. Вот понимаешь, это очень туманно. Ну все. Всем до свидания. Мы соберем все вопросы на них ответим.